Всем привет, с вами как всегда я, Микформансик. И сегодня я вам покажу, как давить свой файл на Сироку. Итак, сначала мы заходим в сайт Сироку, я оставлю ссылочку в описании, и тут вы дополняете имя, фамилию, email, страну, тут вы играете любое, там серой, ролл, и там в языке выбираете Python, подбираете чтение робот, и создаете аккаунт. После чего вы можете его закрыть. Потом вы приходите на сайт, тоже мне будет создание, где можно включать Сироку. Вы тут нажимаете, если у вас смакивает, то сюда, если у вас сюда, это единство, соответственно, копируете эту бумагу. Тут как бы все лифтально. Вы скачиваете, установите, как обычная сама, как это сделать, я думаю, вы снимаете. Дальше переходим на этот сайт, по ссылке в описании. И здесь будет кнопочка «Довольно», и вы нажимаете. Немного ждете, и у вас пойдет скачивание гид. Потом дальше запускаете, устанавливаете, и все остальное. Дальше, после этого вы все это сделали, вы должны, вы должны будете открыть папку с вашим файлом. Вот, я создала файл «Ramp.py», и в этом файле там простейший Telegram-бот. Значит, что вам нужно? Нам нужно создать файл, который будет называться «Ручное расширение». От него удаляем, и просто нажимаем «Прок файл». Самый тип должен быть на файл. Значит, давайте его откроем. И что должно быть в этом файле? Что должно быть в этом файле? Что должно быть в этом файле? То есть должно быть в этом файле. Я пишу run.py. Все, этот файл закрываем, скрымяем, и создаем новый файл. Только создаем мы его из консоля. Пишем сюда cmd, и у нас напускается терминал консоль прямо в этой папке. Значит, для создания этого файла вы должны читать «Pick», «Free», «Free», ставите значок, ну, как больше, для кого как удобнее, и «Recordance.txt». Нажимаете «Enter». Потом немножко ждете, и у вас появляется файл. И давайте посмотрим, что в этом файле. Давайте посмотрим, что в этом файле. в этом файле у нас всем нужная библиотека. Все. Теперь мы готовы заливать нашего Python-бота на Heroku. Итак, для того, чтобы его, наконец-то, уже залить, мы открываем эту же консоль в этой папке и пишем «Heroku Login». После чего вам появляется вот такая вот надпись, вы нажимаете любую кнопку, и у нас открывается сайт. Вы нажимаете «Login», и вас попросят, наверное, войти, либо будет, как у меня, «Login In». потом закрываете страничку, и у вас уже вошло. Вот, даже на «Heroku Login In». Дальше. Дальше мы пишем команду «Heroku Create». Это создаёт приложение. Вот. Оно у меня под название под названием вот этим вот. Мы копируем название и пишем «Login In». Вот. Вот такую команду мы пишем, и он успешно отключился к нашему приложению. Итак. Далее мы пишем «Login In». «Login In». Потом пишем «Git commit», ставим «M», и в калучках пишем любое название. «Git push Heroku Master». Всё. И ждём. Вот пошла загрузочка. Это вот наш файл. Он заливается на на «Heroku». И также устанавливаются библиотеки, которые мы указали в «Requirements». Вот эти вот. Наш «Heroku», он их устанавливает. Мы немного ждём. «Heroku». «Path Scale». «Worker» равно 1. Ещё немного ждём. И, по сути, всё должно работать. Давайте проверим телеграм-бота нашего. Я им пишу «Start», и он мне отвечает. То есть, наш бот работает. Если что, вы можете войти в «Heroku». У вас будет «App». Тогда вот я обновлю. И у вас будет ваше приложение, которое вы создавали под названием. Вот. У меня называется вот это вот. И тут вы можете всё контролировать. Тут есть. Тут есть кнопочка «More». И будет «Vlog». И тут будет это вот как консоль при запутке Python. То есть, просто всё отслеживается. Тут будут работать все принты. И всё, что вы сюда напишите, будет работать. Ну, всё работает. Но это мне будет заканчивать. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok